А что будет, если поставлю? В утеплитель! В утеплитель! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Марус Алексей, компания Кровмонтаж. К нам приходит очень много сообщений с просьбой помочь разобраться с выбором подкровельных пленок. Причина понятна. На рынке появилось и появляется и появится очень много брендов и много пленок вообще неизвестного производителя без маркировки. В регионах ситуация еще хуже. Мне часто звонят и спрашивают названия брендов, популярные в их регионах, там пароизоляция, гидроизоляция. Я впервые слышу. Покупателю очень повезет, если продавец знает, что он продает. Какая пленка и какую функцию она выполняет и как она монтируется. Виды пленок, что означает маркировка и область применения. К сожалению, на рынке такое бывает редко. Чаще всего человек, который не понимает в подкровельных пленках, приобретает их у такого же неведающего продавца. К чему это приводит? Я тут на канале множество раз демонстрировал. Люди приглашают меня на техническую диагностику, когда дело уже сделано. И поправить положение без серьезных финансовых сотраж уже невозможно. Это важная тема в кровельном деле. И обычным людям, самостройщикам разобраться в ней очень-очень непросто. И вот именно для того, чтобы у вас сложилось четкое представление на эту тему, чтобы все разложить по полочкам, мы записываем это видео. Внешне, вне сайта, фирма «Изоскаль». Это 2000, да? Да. Она куда идет, наверх или вниз? Наверх, вниз, вне сайта, для всего пойдет. Ну, если хотите подешевле, вот еще подешевле есть. В принципе, на всех рынках вот представлена такая линейка. Ну, честно говоря, мы такими не пользуемся. Ну, и какую консультацию вы можете здесь тоже получить? Сами понимаете. То есть, если вам строители сказали, нужна пароизоляция для кровли, там, привези гидроизоляцию, да, на, вот, бери, пожалуйста. И еще вам ее перепутают стороной поставят, то это будет вообще полная красота. И вы будете думать, что вы самые умные до первой зимы. Современное строительство скатной кровли предусматривает использование нескольких видов пленок. Наше видео не несет рекламный характер. Называть бренды, рекламировать производителя я не хочу и нет смысла. Мы разберем типы и классификацию пленок. Классификация А, есть Б, С и Д. И отдельную классификацию я бы выделил С, Д, М. Это супердиффузионная мембрана. А, это ветрозащита. Это паропроницаемая гидроизоляция. Ее используют в основном в конструкции каркасных стен и вентилируемых фасадов. На кровли пленку класса А на скатных кровлях применять категорически нельзя. А что будет, если поставлю? Представим такую ситуацию. Пришла зима, а паробарьера у вас нет. Строители смонтировали не ту пленку. В холодное время года теплый воздух, содержащий огромное количество влаги, поднимается вверх, в утеплитель и охлаждается. То есть конденсирует на поверхности утеплителя и в узлах стропильной системы. Сквозь эту пленку теплый воздух, влажный воздух, проникает в утеплитель и образуется конденсат. А в качестве гидроизоляции нельзя, потому что она тоже, она не служит как гидроизоляция. Она намокает от влаги и пропускает тоже во внутрь помещения. Утеплитель намок. Если на рулоне, который вы приобрели, написано литра Б, то будьте уверены, что это будет паронепроницаемая пароизоляция или паробарьеров, как в народе говорят. Как правило, у нее одна сторона гладкая, другая шершавая. Используется пароизоляция Б внутри помещениях при утеплении. Как и каркасных стен, так и мансардной кровли и перекрытий. Она используется снизу. Все стыки пароизоляции Б должны быть проклеены. В свою очередь, пленки или пароизоляция класса Б подразделяются на несколько подвидов. Простая пароизоляция класса Б, которую мы уже рассмотрели. Есть еще пароизоляция отражающая с алюминиевым слоем. У нее почти нулевая паропроницаемость и рекордная прочность обеспечивает переотражение вовнутрь помещения до 50% тепловой энергии благодаря вот этому алюминию, который здесь находится. Ее на левит легко определить, потому что она выглядит как зеркало, блестящее на вид. Следующий подкласс пароизоляции – это пленки с переменным сопротивлением к паропроницанию. То есть, все-таки они паропроницаемые, дышащие, что способствует просыханию утеплителя и выводит избыточный водяной пар из внутренних помещений. Но с этой пароизоляционной пленкой есть одна оговорка – нужно использовать супердиффузионную мембрану. Я рекомендую использовать в тех домах, где вы проживаете наездами не круглогодично, где вы приехали зимой, вы дали отопление, пошла обильно выделяться влага и ей деться некуда. И эта пленка как раз не скапливает влагу на себе, а имеет способность пропускать в утеплитель. Но если вы живете в доме круглогодично, то переплачивать вам за супердорогие пароизоляции не стоит. Вам подойдет обычная пароизоляция «Б». Имейте в виду, что на сегодняшний день по рынку «Б» средняя пароизоляция стоит 2500 рублей. То алюминиевая пленка где-то будет стоить 8-10 тысяч рублей. А с переменным паропроницанием будет стоить около 15 тысяч рублей. Цена за рулон, который примерно 70 квадратных метров, 70-75 квадратных метров. Они стандартные. Материал премиум класса – это, как правило, армированная трех-четырехслойная пленка с рефлексным алюминиевым слоем, который дополнительно защищен полиэфирной пленкой. Понятное дело, чем выше характеристика материала, тем дороже его стоимость. Но, друзья, помните, при выборе существует нижний класс, и все, что за его пределом, все, что ниже, приобретать не рекомендуется. Это рис, который ложится только на вас. Следующий класс пленок с литрой «С». Она так и называется – парагидрозоляционная пленка. И пара, и гидра в одном рулоне. Лично по мне, так я эти пленки никогда не использую. Но они и есть. По характеристикам и рекомендации утепления перекрытий, полов с бетонными основаниями, даже стен каркасных и даже кровли. Но я бы кровлю не стал бы использовать, но она тоже есть. Есть гидроизоляция, пароизоляция, есть пароизоляция. А парагидроизоляция, ну, в принципе, ее можно использовать. Она паронепроницаемая. Что в качестве гидроизоляции, что и в качестве пароизоляции. Она такая, наверное, универсальная. То есть не используем, чтобы не путаться. Следующий класс пленок – это класс «Д». Это паронепроницаемая гидроизоляция. Для скатных кровель используется только на кровлю. Как правило, на холодных чердаках. Для скатных кровель на мансардах тоже ее можно использовать двойной системой вентиляции. Я не рекомендую использовать ее в утепленных мансардах только на холодных чердаках с металлом. Металлочерепица, фальцевая кровля, композитная черепица, металл. То гидроизоляция обязательно должна быть на холодных чердаках. А что, если у меня холодный чердак и битумная черепица? Хороший вопрос. На холодном чердаке, где битумная черепица, гидроизоляцию вообще не рекомендую. Но обязательно нужно сделать проветривание вашего чердака, чтобы конек вентилировался. И гидроизоляция не нужна. Для металла гидроизоляция D обязательно, потому что металл, как известно, при смене температур конденсирует. В пленке класса D часто можно увидеть на рулонах показатели в цифрах 96, скажем, либо 110. Эти цифры указывают на плотность материала. Чем выше эта цифра, тем крепче материал, ну и соответственно будет дороже, чуть-чуть стоит. Супердиффузионная мембрана будет дороже всех этих пленок. На данный момент рулон стоит 70 квадратов, порядка 7 тысяч рублей. А гидроизоляция D будет стоить, ну, 2-2 500 тысяч рублей. То есть мембрана, видите, дороже намного. Супердиффузионную мембрану нужно монтировать сверху стропил и монтируется вплотную к утеплителю. Не надо здесь оставлять никаких зазоров для вентиляции. Иначе на мембране будут капельки влаги скапливаться. Супердиффузионная мембрана это многослойный материал из полипропилена. Структурированная мембрана представляет собой подобие микрокапилляров. Материал благополучно пропустит через себя в атмосферу любые влажные испарения снизу. И не пропустит внутрь через себя атмосферную влагу и конденсат от металлочерепицы, например. Влажный воздух в виде пара выходит через капилляры мембраны и превращается, когда в конденсат, он просто будет стекать до края крыши, до карниза, до капельника и не попадать в утеплитель. Вот его простая на словах задача. Среди прочих, основные характеристики супердиффузионной мембраны, которые должны интересовать вас и меня, это плотность и паропроницаемость. Плотность измеряется в граммах на квадратный метр. Средняя супердиффузионная мембрана будет иметь свойство примерно 130 грамм на квадратный метр. Это плотность. Не ниже. Чем выше плотность, тем качественнее и дороже материал. А паропроницаемость супердиффузионной мембраны определяется в граммах на квадратный метр по проницаемости за сутки. Средняя по качеству супердиффузионная мембрана способна пропустить сквозь себя примерно 1200 грамм на квадратный метр за сутки. То есть, посмотрите, вот такое количество воды в виде пара пропустить за сутки. И вы представляете, если вместо супердиффузионной мембраны будет какая-то другая пленка, не дышащая, и не будет вентиляции, то этот конденсат попадет куда? В утеплитель. В утеплитель. Поэтому, дорогие друзья, изучайте характеристику, изучайте материал, который вы покупаете и собираетесь с ним работать. Подробно, как монтировать, как устраивать вентиляцию на карнизе, либо в коньке, мы делали специальное видео. Если вам это требуется, то посмотрите, ссылка будет в описании. На этом все. Надеюсь, видео было полезным для вас. Обязательно поделитесь этим видео с другом, со знакомым, чтобы он не повторял ошибок. Потому что ошибки при строительстве, ребят, стоят очень дорого. С вами был я, Марус Алексей, компания Кровмонтаж. Всем пока!